Всем привет, дорогие друзья, с вами Катархунт и сегодня 30 серия Римской Империи. Продолжаем нашу кампанию, мы наконец-то стали западной технологической группой. Конечно же, это сбавило, так скажем, минуса, убрало, точнее, минуса к идеям, там 16 очки, теперь минус 1 не капают, как раньше, из-за римской. Но, конечно же, это заменило наши войска на топорщиков, притом двух различных вариаций. И на катафракты у нас, к счастью, остались, хотя вот видите, то, что кавалерия только появится на 27-м в Энтехе, кое-какая, а сейчас у нас катафракты. Хотя, не знаю, да, нанять их можем. Ну, видите, 2-2, 1-1, в принципе, то же самое почти, что и западная тяжелая на 27-м, ну, идеально, в принципе. Что ж, еще у нас интересно, за этот момент Гассанида, как видите, себя спокойненько чувствует, Веру потихонечку пытаются менять, хотя всего 3 провинции, не так много, но, все-таки, мы с вами претензиями немножко прошлись, удалось нам ворваться, куда не надо, так скажем, получить островки нашей империи новые. Это, конечно же, очень радует, с кавасимым проблемой, ну, думаю, это нас не убьет. Денег у нас полно, и, конечно же, видите, крепостей 58, ребят, 58 крепостей. Это, конечно же, очень смотрится прекрасно. Ну, естественно, что мы будем делать? Да, мы будем еще добавлять крепостей. Без этого же никак, да? Еще добавим павручку крепостей. Я не буду смотреть на то, что здесь 2 инфляции дает монетка. Это, честно, не так уж и много. Так, ладно, раз так, то сделаем именно то, что можем. Вот таким вот макаром здесь. С парфянцами рядом тоже, думаю, насчет крепости. Давайте-ка, наверное, все-таки сделаем мы здесь с вами вот такой вот небольшой шлейф крепостей. Возможно, пригодятся. Не вижу особо прям уж такой яркой нужды в этом. Но все-таки пускай будут сесть на несколько крепостей. Мы уберем более с дальних рубежей. Ой, ее нету немножко. Потому что они здесь уже не имеют особого смысла. Да, могут быть восстания, которые крепости и задержат эти восстания. Но нет. Зачем нам ради этого оставлять? Берем все это добро. Кстати, написали то, что могут восстания в Британии быть. Поэтому, я думаю, нам стоит в Британию перебросить хотя бы один корпус. Кстати, а, да, на лимит армию у нас человечек. Я думаю, почему так много? У нас же на лимит армии. Перебросим туда 20 и 18. Ну, 36 тысяч. Думаю, этого вполне себе хватит. Должно хватить. Вполне. Так, и, наверное, несколько отрядиков бы я все-таки поближе куда-нибудь сюда бы поставил. Так как, кто знает, в ближайшее время может быть все, что угодно случится. И нам надо быть готовыми. Мне радует то, что Несторианство появилось. Оно ничем не отличается от нашего Халкидонца. Вот, ну, совсем, ребят, ничем. Ну, вы сами, в принципе, видели. И это как-то немножко странненько, конечно же. Но, раз такое есть, то что поделать. С фасалами у нас все в порядке. Все прекрасно. Напасть мы не можем на Герху и на Катабан. Не, на Катабан уже можем. Хотя здесь, наверное, все-таки угрожать войной. Будем потом. А, у нас нет провинций. Ладно, давайте-ка, наверное... А, на Кинду мы не можем. Зато можем на Сану вполне. На Машхру нет. Ну, ладно. Давайте-ка на Сану. Это минус 50% к национализации нам даст вполне себе прекрасные показатели, которые нам, думаю, с вами помогут. Так, здесь же угрожать войной можем, но пока нам... А, нет, уже согласны. Так, Ратибор вроде бы хотел забрать, да? Еще в прошлый раз. Да, Ратибор неплохо смотрится. Так, и Сандомир тоже же неплохо. Давайте-ка, Тайная. Угрожать войной за Сандомир. Все-таки возьмем. Отлично, получили Сандомирию. Наши веры, все прекрасно. Единственное, что здесь нам долго... Дорого, точнее, стоит это добро. Но ничего, думаю, нам с вами хватит на сию добро очков. Так, здесь Индопарфия сидит, которую я приглядываю, так скажем, к нашей империи. Надо бы. Держава слишком развитая. То есть... А, вот. А теперь мы не можем за вассалить, только предложить протекторат, ребят. Замечательно. Теперь забудьте о новых вассалах, да, развитых? Что может быть гениально? Только из себя, наверное, сможем теперь выделить и все. Замечательно. Конечно, грустновато, ребят, такое дело. Да, как видите, мы теперь только... А, нет, гунов можем вассалами сделать. Эй, Польша, Кападоке. В принципе, есть страны, которые мы можем вассалами делать. Но немало тех, кто лишь... Может быть нашими протекторами. Естественно, протектораты нам особо с вами не сдались, я думаю. Так. Я не знаю, готовы, будут ли еще восстания там или там. Сложно на этот вопрос ответить. Поэтому, ну, на всякий случай, давайте, конечно, войска приведем в Британию и остальные места. Не знаю, поможет нам это или нет в чем-нибудь. И нужно ли вообще это? Ну, посмотрим. Может быть, от угрозы нас это избавит. Не знаю, от какой пока что. Но вдруг есть, вдруг будет. Будем готовы к сию неприятному делу. Так. Проходит у нас здесь с вами от строительства церкви. Завершается поддержка гаражан. Давайте-ка вернем. Престиж потеряем. Здесь тоже за престиж вернем. Ну, по чуть-чуть, ребят. Везде получили плюсы на свою голову. Это неплохо смотрится. Так. А у нас и фигик еще здесь. А что за фигик-то? О, это же вот. Фигик. Вот он. Добренькая. Добренькая территория, ребят. Так. С Катабаном получили претензии. Кавасим в истинную веру. Отлично. Все. У нас здесь теперь проблем с беспорядками не будет. Да. Так. У нас военных очков слишком много. Тогда можно сделать просто. Так. 159. 126. Отлично. Естественно, куда я буду тратить? В данном случае на столицу. Раз тут такие хорошие бонусики нам позволяют. Ну, вот видите, все спокойно. Никаких напряженных моментов сейчас нет у нас с вами. Делать предупреждение. Кстати, они были готовы на союз. Как я понимаю, если бы я не сделал это предупреждение. И они сами делают предупреждение, между прочим, другим странам. Да, будет весело, ребят, когда мы туда ворвемся. Достаточно много стран будет, которые способны против нас что-то противопоставить. 140 доход. Вау. Дип очки можем получить не в плохом таком количестве. Получаем. Между прочим, новый греческий огонь. Откроем боевой дух флота, ребят. Это зачетненько. Присоединимся к солнцу, кстати. Очень много нам это даст. Не знаю, нужен ли нам, опять же, этот миссионер эффективность. Нет, убираем. У нас беспорядки. Тут не так себе смотрят. Стоимость стабильности реально радует. Притом, очков у нас сейчас вполне с вами достаточно. Хотя нет, недостаточно. Что ж, ну тогда можно у нас беспорядки, стоимость стабильности убрать. Думаю, потерпим. Без них, да? Да, поживем, думаю. Дипломата смысла убирать нету, так как у нас все прекрасно. Так, здесь еще халкидонская территория осталась, поэтому можем, если что, сходить на них. Пока что давайте-ка... Нет, пока с фигигом подожду. Все-таки надо в запасе админку нам с вами держать. А то, кто знает, что вылезет, не хотелось бы. В манихе есть. Вот видите, вот как знал. Ага, в Бандерленге сейчас строится у нас замок, поэтому ничем помешать пока не можем, к сожалению. Касанида, вы хоть тут верой-то занимаетесь? Вроде как должны, но при этом ничего не делают ведь, а? Ребятки, что ж вы как? Угрожать войной пока не готовы, но со временем. Так, маркоманам можно тоже угрожать войной. Верхний пфальц или плезень? Так, верхний пфальц неплохо смотрится, потому что там и наша вера. Больше не... Ага, еще и остмарк. Остмарк, как я вижу, достаточно дороговато. Давайте-ка тогда за верхний пфальц. Да, отлично. Получили с вами новую территорию. И давайте-ка я сразу же занационализируем. С 10% скидкой вполне себе добротненько будет. У нас тут, кстати, риски восстания почему-то. А, сепаратизм. Ну, логично. Непризнанная культура и законы распространения. Ну и все, в принципе, только, да, две территории. Не страшно. Вытерпим, думаю. Вполне с вами, да? Вытерпим, вытерпим сие дело. Так, ну давайте Бендерленге тоже переведем веру. И у нас скоро новый уровень военных технологий. Греческий огонь, кстати, тоже можем открыть уже. Давайте-ка возьмем. Это успокоит наших вассалов. Конечно же, БВВД даст. Но в данном случае самое важное это то, что вассалы успокоятся. Так как у них дип-технология выше наших, это не самое. Для нас с вами же приятное дело. Как видите, урезаются маркоманы и все остальные. Я что-то слишком большой перебор крепостей рядышком, я бы сказал. Давайте-ка уберем их. Слишком много крепостей рядом. Тоже не имеет смысла держать. Ну вот у нас построили здесь такая вот система крепостей. Я бы, наверное, сюда тоже воткнул крепость. Вообще было бы идеально. В горах крепость это такое дело хорошее. Дороги там нам особо не сдались. Если уж так посудить. Кстати, давайте-ка тоже здесь делаем предупреждение, чтобы никаких войн, ничего они не затевали. А Гус у нас там проигрывает повстанцам. Ну, дружок. О, Амаскат. Смотрите-ка, как он разошелся. Как разошелся. Да, и даже не готов Эль-Катиф отдать. Смельчак, ничего не скажешь. Перемирие, кстати, уже закончилось. Можно бы, в принципе, объявить войну. Но наш вассал, я не думаю, что выдержит. Он даже не стал переводить ничего. То есть, ну, веру нигде еще не сменил. Так, на сухар давайте-ка здесь претензию. Достаточно богатая территория, которая будет неплохо смотреться. Хорошо, мы так закрепляемся. На парфянцев теперь напасть в Бхарат не может. Ну, на индо парфянцев может. Но это не так страшно в данном случае. Да, к нестарианству минус 0.3 и к арианству тоже. Но у нас их нету, поэтому для нас это сами как-то особо не имеет роли. Кстати, почему-то я не заменил на человечка, который больше плюсов дает. Странненько. Ну, давайте берем с 5% скидочкой. И 20 лет, ребят, до военной пропаганды, которая даст нам хотя бы небольшую прибавку к боевому духу. Вот это мощно, знаете ли. 20 лет. 20, ребят. Ну, ладно, повливаем очки куда-нибудь в другие места, так скажем. К счастью, варианты есть. Наследник у нас с вами, я не помню, вроде бы неплох. Ну, да, неплох. Кстати, по военке будет приседать, что как раз для нас с вами будет хорошим делом. Да, Бендерленге. Отлично. Как вы видите, все спокойно тут. Так, кстати, вот поверьте, что у нас с вами по культурам. Греческая на грани, 10,3. Ну, да. И 9,9 гальская. Ну, что поделать, ребят. Сандомерию, кстати, делаем национальный. Что так-то. Неплохо. Так, у нас священники почему-то вышли из... Давайте-ка дадим им деньжат. Поддержку не хочу у них искать. Траты, ребят, не очень приятные. Ну, на санкзации, конечно же, это хорошая вещь. Риски восстаний уменьшаются, сепаратизм уменьшается. То есть, все, все становится лучше нечего. Марухиум здесь. Кстати, почему-то опять Марухиум называется. Все при переходе к нам. Все, что к нам не переходит, называется одинаково, ребят. Просто стабильность полнейшая. Так, кстати, а что мы можем еще построить-то с вами? Где чего можем? О, да. В Донецке. Можем воздвигнуть с вами. Ага, не воздвигнуть, а просто улучшить. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Кстати, парфянцы, интересно. У них есть даже территория, чтобы их занационализировать. Ой, заколонизировать. Но доколонизаться еще тысячу лет. Тысячу, ребят. За тысячу лет столько поколений сменится, что уж ужас. Кстати, у нас скоро саксонцы проснятся. Это, между прочим, немалая такая армия. Которая будет потеряна для нас сами. Ну, как сказать потеряна? Она останется, но уйдет. Останется, но уйдет. Вы, думаю, мне, конечно, очень понятно объяснил. Так, здесь верхняя лужица. Виттенберг. Давайте-ка на верхнюю лужицу. По чуть-чуть будем их есть, ребят. По тем провинциям, которые реально с нашей верой. Чтобы особых проблем не было. Смотрите, доход от налогов 200. Содержание армии 150. Чисто налоги. Нас армию содержат. А производство, торговля, золотодобыча и вассалы. Они на крепости уходят. На советники. На советников, точнее. И на все прочее, пятое. То есть, какие проблемы могут быть, да? Закон о смешанных браках. Одна империя, один народ. То есть, проще говоря, разрешат заключать браки с другими странами. Вассалы Ван Гон взял. Это что-то вот здесь, да? А вот. Кстати, Дакши здесь смотрится интересно. На союз согласен. 6-2-3, кстати. Правительство, смотрите-ка. Прикольненький. Конец римского Рима. Конец римского мира Рима. Августов мир потеряю. Не очень приятно. Далеко не очень я бы сказал то, что нам предлагают в обмен. Пряностям. Знаете, перцем бы с радостью поторговал. Но не судьба, ребят. Да, на ссану они готовы. И очередной морухию. Замечательно. Почему бы, в принципе, и нет. Почему я этому не удивляюсь, ребят. То, что очередной морухию нам дают. В принципе, это уже само по себе понятно. Сухар пока не согласен отдать. Но мы его заберем потом. Да, конечно, здесь вера другая. Но, как видите, она достаточно быстро меняется. За это время повстанцы как бы не должны успеть образоваться. На что я очень и очень сильно надеюсь, ребят. Кстати, закрыли ранее военные и ранее религиозные. Они ничего нам с вами в итоге вместе-то и не дали. Ну, печальненько. А что, кстати, у нас на военку скидка хорошая. Смотрите-ка. 20% скидку на военку нам удалось взять. Это неплохо. Давайте-ка уменьшим там риск восстания. Это вот здесь. Да, отлично. Подумайте, автономия. Нам эта территория нужна чисто для будущего. То есть, не на данный момент. А потом будем ее использовать когда-нибудь. Когда она нам там, так скажем, станет нужна. Пока же она... Пускай будет лишней, так скажем, не будет. Будет просто сидеть под нашим контролем. Как у нас там? Идет присоединяем. Да, саксонцы присоединяются. А что у нас там с ирландцами по отношению? Все замечательно. 200. Здесь же 158. Давайте-ка немножко улучшим сию деятельность. Все, Марохиум перешел. Проблем никаких с восстаниями теперь там у него нету. Замечательно. И за 42 монетки спокойненько национализируем. Кстати, если я не ошибаюсь, то мы можем уже и нааксон это дело тоже сделать. Так, а Халкидон что-то у него есть. Между прочим, вот эта территория. Массава. Но единственная проблема то, что... Ага. Мы не можем из-за расстояния предложить это дело. Ну вот это вот печальненько. Ну ладно. Так. Массава. Китенбаха. Тогда сразу же выглядит неплохо, чтобы сюда пробиться. Ну давайте-ка, наверное, все-таки сначала за Массаву. Массаву. Чтобы флота решить, чтобы потом воевать было, если в случае чего удобнее. Дальтанилы, конечно же, под нашим контролем денег, ребят. 300 тысяч. Знаете, вот обменять бы эти 300 тысяч на что-нибудь, и... Я не против. Я не против куда-нибудь их выкинуть, да, называется. Даровать воеводство. Нет. Не будем что-то делать. Сословие у нас так. Существует. Дает небольшие плюсы. Но в целом... Ничего особого не делают. В принципе, что и неплохо. Так. Денбрак не можем, потому что халкидонство. 18 тысяч стащаются. Ну и ладно. Ну и ладно с ними. Так. Обда. Давайте-ка на Арустук. Тогда у нас будет как бы колония выглядеть, и это можно все позабирать со скидочкой. Так. Фузан. Фузан, фузан, фузан. Что ж с тобой сделать, дружочек? Столица. Где у тебя? Столица так и осталась. Здесь нигде, конечно же... А, нет. Пескотан, кстати. Смотрите-ка, в халкидонство перешел. Надо сие добро сразу же, наверное, все-таки обработать. Многие говорят, что в Африке надо заняться. Давайте сейчас очков, так скажем, у нас очень много, поэтому можно этим заняться. Давайте даже на двадцаточку. Двадцаточка, ребят, развитие военное здесь. Местная цена развития. Местные торговые влияния. Ой-ой-ой, вот это плохо, кстати, сейчас было. Лимит армии увеличивает, лимит флота, модификаторы. Ох. Развитие, кстати, всего 13 раз было. Лучше он столица, вот, минусует классно. Средневековит бафы, ту годи, минусует. Ну, видите, все так по чуть-чуть действует на нас с вами. Ну, что, Аксум, пришло время отдать нам Масаву. Я знаю, ты давно этого хотел, да? Так, вот так вот делаем. Да, видите, 63 стоит, если рядышком. Потихонечку продвигаемся. Стабильность, либо престиж и художник. Давайте-ка в данном случае стабильность получим. Бесплатные очечки, это то еще себе удовольствие. Кит-хе, да, вот эту территорию. Кит-хе-хаке. Нет, кит-ке-хаке. Вот так вот это звучит у нас с вами, если так правильно выражаться. Смотрите-ка, вот угрозами реально удобненько расширяться. Мы спокойненько с вами идем, никуда особо не торопимся. Претензии растут, так скажем. Территории появляются со временем будут. Это вполне себе замечательно. Кстати, у нас тут реакционеры саксонские. Ага, они решили западный образ жизни принять. Кстати, кстати, кстати. Это интересно. Интересное дело. Да, вандалы, между прочим, тоже начали западнизироваться. И, между прочим, об нас. То есть, как вы понимаете, мы начали, мы дали начало всему этому делу. Поэтому давайте-ка разберем здесь с реакционерами, которые явно не очень-то нужны здесь. Кстати, можно все-таки генерала, я думаю, выбить? Ну да, выбился, ребят. Давайте-ка подождем немножко. Дружок, помочь мне не хочешь? Правильно, зачем? Мы сами справимся. 0,8 всего. О, а что как с боевым духом-то? Все печально. Реально, все печально, ребят, с боевым духом. Просто... О, тут еще и халкидонские фанатики. Ну вот, халкидонских фанатиков я бы не трогал. Отлично. Молодцы. Давайте, давайте. Вот вы работаете, ребят. Оставь их, пожалуйста. Оставь их живыми, дружочек. Я хочу, чтобы халкидонские фанатики смогли, смогли в этом сложном и тяжелом деле. Вот жалко, пиктов противниками не можем выставить. Священная Римская Империя была распущена, ребят. Ян Маен не смог ее удержать, которого как бы и нету, да? И замечательно. Бай-бай, Священная Римская Империя. Ее не будет, ребят. Второго Рима не будет, так скажем. Будет только первый. Замечательно. Саксонские реакционеры в Магденбурге. Магдебурге, точнее. Ой, ну вот зачем? Я бы думал, там халкидонсу дальше распространяют. Дали, не дали даже. Эх, давайте разбираемся с этим реакционерами. Кстати, как я вижу, они тут уже посерьезнее. Стоп, стоп, давай, дружочек. Помедленнее. Так, сначала давайте-ка престиж. Да, 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 не жалко. Да, просто минуса, минус два. Тогда все понятно. Сам отберешь, если хочешь. Мешаться в данном случае я уже не буду. Ну тут уже такое. Так, у нас армейский снабженец умирает. Здесь на лимит армии уменьшился. Сразу уже возрос. Почему-то не удивляюсь, что нам удалось это сделать подряд. Просто повезло. Так. Национализация новой территории. Марохиума. Знаете, спрашивают, а где живешь? В Марохиуме. В каком Марохиуме? А, не знаю. В каком-то из сотни, да? Просто когда полно Марохиумов, это радостно выглядит. Получаем с вами территорию. Сразу же занимаемся сменой веры. И смотрите-ка, у нас тут 50% скидочка. Замечательно. То есть, берберские традиции мы в данном случае с вами не учитываем. И это очень и очень хорошо для нас с вами. Так, а Гадир, думаю, дальше можно забрать. Вполне будет. Давайте-ка претензию склепаем. И, наверное, у Фузанчика тоже бы надо немножко понаглеть за пескотанк. Да. Па-бай, бай-бай, да, как говорится. Отдавай. И тут, кстати, никаких особых проблем. Здесь лишь плюс 20. То есть, ну, не так много. Это мы еще переживем. Очков нам на это хватит. Отлично. Все прекрасно. Ну, а Рустука, естественно, потом. Видите, 9. Взерх расширения 9. Развитие 9. А стоит 63. Конечно же, это классно. Так, Вандалы. Ой, как они там страдают. Их немножко даже жалко, ребята. Было бы. На, Вратслав, да. Давайте-ка на Вратслав субрикуем. Но они сами выбрались ее доброе дело. Поэтому пускай мучаются. Кстати, Повстанцев им удается разбивать. Молодцы. И, как я вижу, халкидонство приняли маркоманы. Молодцы, ребятки. Неужели вы додумались сделать то, что я давно хотел от вас? Стать, наконец-то, халкидонянами. Правильно. Вера более продвинутая. Поэтому. Ага. Почему-то я не удивляюсь то, что вроде бы более сильные войска как-то погибают. Так, получаем очки. Кстати, можно бы снизить инфляцию разочек. Вот так вот. Эрл. Ирландские претенденты подняли восстание в провинции Файф. Угу. Разберешься? Ну, ладно. Давайте-ка поможем. Манихистов Биржейни. Ну, вот видите. Учитесь как надо, ребятки. Учитесь как надо. Раз, два и готово. Давайте к этим генералам мы нападем. В принципе. Поможем нашим союзничкам. Кстати, смотрите-ка. Боевой дух вышел у ирландцев. Это неплохо так-то. Ну, все-таки мы осилили. Добили. Помогли нашим союзникам. Так, давайте-ка. Тут уберем Веру. К скотобанам перемирие закончилось. Ну, все. У нас с вами идет с вами Арустрок. Ага, дипрепутация плюс один. Ой, как замечательно. Ой, как классно сейчас. Знаете, это прям... Камень в душе упал. Теперь у нас проще с этим добром. И это, конечно же, приятно. Слоновая кость. Под наш контроль переходит торговлю. Все-таки нам удалось удержать там, где надо. Это хорошо, ребят. Сухарь забираем здесь. Еще с вами получаем одну территорию, где сразу же меняем сначала религию, а потом уже дальше разбираемся. Прекрасно. Совета Квилея. Вау! Фу-фу-фу-фу. Наиболее важный религиозный центр лидера христианцев встретили в Совете в Квилее, чтобы обсудить важные религиозные вопросы. Копция церкви Александрия не согласна с решением, принятыми в Совете, и поэтому была объявлена единической. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- миссионеров и неэффективность миссионеров вперед вперед работать что это такое вообще чё за наглёж средь бела дня зрителя просто вся африка ребят вся африка в миофизистов вся притом даже то что мы отобрали у так скажем у берберов только что тоже стала мифизической кстати где религию тоже сменили это ж ну это ж надо так а это ж надо так случится а кстати некоторые территории то по 41 даже эхот каир каир где-то тут здесь горожане конечно же кого мог засунуть сюда кроме горожан вот это конечно ребят бомба просто мифизистическая территория гавса обращены отлично ну хоть знаете хоть радует то что постепенно эта вера все-таки меняется и недовольство среди крестьянства дед даем деньги пускай успокоится и 1 января 451 года в наши земли была присоединена саксония пауза и мы не заботимся больше а греческая культура конечно же это все сказалось на лимите на доходах но в целом и живо и до хочет и лимит 429 даже не превысили зато смотрите сколько новых территорий аж прям эх на душе то как приятно стало да вообще приятно ребят очень приятно серьезно между прочим даже не везде есть территории а статья ломбардская у нас поддерживается а латинская отлично давайте ка там где у нас есть риски восстания мы их уберем чтобы не было проблем да я понимаю то что тут можно сейчас священников наставить но зачем мы лучше так вот спокойненько это добро ужмем и все нам будет спокойнее в данном направлении получили даже войска то есть все у нас с вами хорошо и прекрасно в данном случае здесь сначала с ним с немцами разберемся уже потом дальше ну что ребят нас присоединяя саксонцы принципе наше развитие продолжается дальше без особых на то проблем хотя здесь имя физиста нам немножко выпачкалась очень вовремя так скажу но мы с ним думаю расправимся думаю на этом наш второй сезон надо подводить концу ребят подойдем в концу второй сезон рима и вернемся уже в третьем через время где я думаю все таки я доведу зачистку европа до конца но уйдет на это не за лет 50 может быть тут ничего так как видите сложного нету поэтому это все вне серии вполне можно сделать и думаю все это проведу достаточно быстренько и потом уже вернемся в третьем сезоне где мы начнем выполнять наш наверное одну из главных целей а именно зачистку карата и выход к индии ребят то чем я так давно хотел заняться что ж всем большое спасибо за просмотр и не забывайте ставить лайки комментировать вступать в группу вконтакте предлагайте сквозь советы если у вас таки есть ну и конечно же ждите следующих серий где рим снова обратить свой взгляд на индию всем спасибо и до скорых встреч пока пока